В Твери на улице Спартака жильцов трёхэтажного дома едва не накрыло волной дождевой воды прямо в собственных кроватях. Натяжной потолок спас семью с ребёнком от 100 литров воды, которые могли вылиться на их головы. Почему над собственниками квадратных метров в прямом смысле слова нависает угроза и откуда она взялась, разбиралась наша съёмочная группа. Вот эти все жёлтые полосы, оторванный угол, вот там пошла первая течь. Фактически на ребёнка начала капать вода. То, что утро понедельника добрым не бывает, жильцы дома 4,2 по улице Спартака, конечно же, слышали. Но даже не предполагали, что настолько оно может быть коварным. Собственники коммунальной квартиры номер 9 проснулись в 6 утра от того, что услышали журчание воды у детской кровати. То, что увидели молодые родители, повергло их в шок. Натяжной потолок под тяжестью воды склонялся всё ниже и ниже. Если бы вот этот потолок рухнул и проходил бы ребёнок, и вот эти столько литров воды ей бы на голову вылились, и что бы было. Не прошло и полугода, как в квартире был сделан дорогостоящий ремонт. Сетуют Валерия и Илья Григорьевы. Натяжной потолок и обои влетели им в копеечку. А как быть теперь, задаются вопросы молодые родители. Они пришли, откачали воду, содрали потолок, навели нам в квартире полный хаос. И кто нам теперь это будет возмещать, и кто нам будет это делать, непонятно. Те самые «они», о которых говорит Валерия, это рабочие. Именно они начали 1 сентября в рамках программы капитального ремонта приводить в надлежащий вид крышу их трёхэтажки после военной постройки. В пятницу перед выходными сотрудники подрядной организации демонтировали шифер, оставив жильцов дома в буквальном смысле без крыши над головой. Просто текло там, текло здесь. Где-то тут ещё, во, тут текло. Текло просто везде. То, что происходит в соседних квартирах, не приснится и в кошмарном сне. В 10-метровой комнатушке, где друг на друге ютятся несколько глубоко пожилых людей, ещё несколько дней будет стоять запах сырости и гнилого дерева. К ним зашёл, у них здесь полная течь, просто у них текло. У них текло всё по стенке, у них вот здесь и всё было. У них стояли тазы, вёдра стояли. Этажом ниже тоже стряки. Здесь воду собирают вместо тряпки одеждой. Они все мокрые лежат. Ой, и здесь всё мокрое. Рано утром в панике жильцы стали искать помощи. Но от кого её ждать, непонятно. Управляющая компания к ремонту отношения не имеет, как сказали жильцам. Виноват, говорят, подрядчик. Но жильцы решили, что спасение рук утопающих – дело рук самих утопающих. Мы с соседом со второго этажа взяли и наставили шифер с остатков, который они сняли, чтобы вода утекала туда, не ввелась во внутрь дома. Представитель компании-подрядчика, который наблюдал за съёмочным процессом со стороны, резюмировал происходящее. Данная ситуация произошла из-за протечки крыши в связи с усилением дождя и погодных условий. А можно было это как-то предотвратить? Можно всеми усилиями это максимально старались сделать. И на данный момент работа продолжается и проводится максимальное устранение протечки. Как рассказывают жильцы, технологии, по которой ремонтируют крышу, вызывает много вопросов. Например, они не понимают, для чего там тонкая плёнка и прикреплённые степлером мешки для мусора. Подрядчик, в свою очередь, не отказывается скупить вину. Обещает отремонтировать затопленные квартиры. Только собственники квартир не уверены, что в процессе ремонта комнат не сломается что-то ещё. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...